здравствуйте моя семья и моя интернет семья все кто только что к нам присоединился всем здравствуйте осенним днем 1934 года на парижском бульваре шапнель где ожидали клиентов проститутки к чумазой 19-летней девушки подошел какой-то дядя минуту поговорив они направились к дешевой гостинице как тебя зовут спросил он в номере медленно снимая штаны эдит при свете у девушки был совсем жалкий вид ободранное платье и сцарапанные руки и ноги слушай зачем ты этим занимаешься мне нужно похоронить дочку не хватает 10 франков клиент выругался дал ей деньги вытолкал за двери младенец умер от менингита его отец 20-летний посыльный луи дюпон исчез после рождения ребенка эдит его похоронила поплакала а вскоре уже веселилась и пила вино в компании приятелей на жизнь зарабатывает поет на улицах парижа гуляет там ее голос услышал владелец одного из кабаре луи лепле он придумал ей псевдоним маленькая пиаф воробей на французском за ее метр сорок семь сантиметров роста и организовал первое выступление на свой дебют эдит пиаф вышла в черном вязаном платье с одним рукавом второе она не успела довязать голую руку прикрывал белый шарф лепле начинает проталкивать пиаф на большую сцену и вскоре она запела на ежегодном благотворительном концерте в каннах где выступали французские знаменитости но 6 апреля 1936 луи нашли с пробитой головой в собственной квартире в убийстве обвинили очередного парня пиаф подозревали и ее когда она выходила на сцену отовсюду кричали убийца владельцы других кабаре не берут эдит на работу она на грани отчаяния и здесь в кармане пальто певица находит бумажку с номером телефона и подписью райман ассо она вспомнила красавца поэта в легионерской форме позвонила ему и попросила помочь 34-летний райман становится ее менеджером и продюсером подбирает репертуар пишет песни подписывает контракты с дорогими кабаре и концертными залами учит грамоте и этикету он создает стиль пиаф от манеры исполнения песен и жестов до концертного платья и прически в 1938 эдит пиаф уже выступает в крупнейших мюзик-холле парижа вчера на сцене родилась великая певица франции написали на следующий день все парижские газеты то что вы видите сейчас это на фотографии эдит пиаф и боксер марсель сердан уж очень она любила красивых мужчин это самая большая любовь ее жизни конец 1940 и так пиаф платят безумные гонорары 1 миллион 250 тысяч франков за вечер она покупает дом в центре парижа но живет в крошечной комнатке для прислуги говорит что там чувствует себя комфортнее чем в огромных залах с высоким потолком когда тиражи ее пластинок во франции перевалили за миллион американские импресарио предлагают эдит пиаф устроить тур по городам сша там в конце 1946 эдит встречает любовь всей своей жизни вот этого красавца марселя сердана будущего чемпиона мира по боксу тридцатилетний марсель был женат у него было трое сыновей семью остановить оставить он не мог но иди остановиться не могла а он и сидит не хотел расставаться пиаф ревновала сердана а боксер ее во всем слушался носил яркие спортивные костюмы которые она ему дарила и связанные ею свитера интересно как-то эдит не выдержала и отправилась в спортивный лагерь где тренировался любимый поселиться вместе они не решились марселя могли наказать за нарушение дисциплины тогда он нашел для нее домик она жила там за закрытыми шторами без горячей воды и света сидя на воде и бутербродок через 10 дней певица вернулась в америку на гастроли а сердан отправился по франции с благотворительными матчами вернувшись в париж он сразу же заказал билет на пароход нью-йорк но иди не хотела ждать и марсель вылетел на самолете на следующий день за кулисами нью-йоркского зала версаль перед самим выступлением эдит сообщили что самолет на котором сердан летел в америку разбился марсель погиб никто не думал что эдит сможет петь это что стечение обстоятельств или это собранные грехи воедино что случилось с марселем а давайте вспомним боль жены от которой он убегал к пиаф и детей вы себе только можете представить трое маленьких крошечных сыновей которые при жизни отца еще остались без отца потому что его увела эдит пиаф она может быть и мега звезда она может быть но человеком оставаться всегда надо вы мне дальше будете говорить что это случайность однако я вам отвечу нет это не была случайность ничего в жизни не бывает случайностью женские слезы падают на небо но на небо падают женские слезы только той женщины которая праведная вот в чем секрет итак марсель сердан разбился марсель погиб я буду петь в честь марселя сердана выйдя на сцену вымолвила она глухим голосом только ради него и если вдруг свод небес на землю ляжет и земля из под ног вдруг уйдет безучастный но любимый буду зреть я безумие всех и пока утопать буду в ласке по утрам трепеща вся страсти нипочем все проблемы о любовь пока мы любим так она пела гимн любви написан самой эдит пиаф в 1949 году эдит впадает в депрессию начинает пить и увлекается спиритизмом друзья мои спиритизмом на этом бы этапе я сказала ну все эдит давай поговорим мы бы с ней поговорили и возможно что-то бы человек бы понял но тут некому было рассказать показать объяснить и мы пронаблюдаем как же великий человек имея такие колоссальные финансы куда же были потрачены эти финансы и как сложилась жизнь итак спиритизм но заставляет она себя опять выйти на сцену вскоре попадает в автокатастрофу ага спиритизм и автокатастрофа это что было сломано несколько ребер изуродована губа и лицо переносит сложную операцию чтобы облегчить страдания от боли врачи колет ей морфий эдит привыкает к наркотику а теперь вы мне опять скажете это стечение обстоятельств или чьи-то слезы падают на небо никогда никому не советую лезть в чужую семью разлучать мужа женой оставлять троих детей несчастными трех пацанов наследников которым так нужен был этот папа папа марсель так он им нужен сначала одному потом второму потом третьему в детстве потом в подростковом возрасте потом в становлении как личности но не было рядом папа пиаф пиаф пережила семь операций и схудала до 33 кг почти облысела ее 47-летнюю мучает артрит ноги высохли колени распухли именно такое ее увидел и полюбил певец и бывший парикмахер 27-летний теофанис полюбил 47-летнюю 27-летний давайте посмотрим вот 47-летний и 27-летний теофанис вот так вот выглядела и дипиаф когда он ее полюбил вот они тут вдвоем насчет полюбил я очень сильно сомневаюсь она невероятно богатая женщина была и думаю что этот парень никогда не любил эдит пиаф мне так кажется и я не верю в такую вот любовь он приходит к ней в больницу приносит цветы и делает маленькие подарки в итоге предлагает руку и сердце по выписке 9 октября 1962 они венчаются венчаются в главном православном храме Парижа соборе святого Александра Невского тео был греком по происхождению и православным и дит дает концерт в престижном парижском зале олимпия поговаривали якобы мужчина женился на пиаф ради ее богатства и что-то мне шепчет что это была правда после ее смерти он действительно получил в наследство а теперь внимание 45 миллионов франков но и долгов он также любил побаловаться алкоголем и наркотиком морфий его вполне устраивал пиаф много тратила на выпивку и наркотики была очень щедрая раздавала деньги ламбука взялся выплачивать кредитору пиаф помогает вот молодому мужу пробиться на большую сцену парикмахеру то бишь придумывает ему псевдоним тео сарапо сарапо по-гречески я люблю тебя вскоре пиаф опять кладут в больницу с диагнозом отек легких внимание отек легких это от наркомании сразу вам говорю на самом деле у нее это уже был не отек легких а это уже как метастаза потому что у нее был рак печени случайно и что вы будете говорить ее бог наказал когда она вот сувала сигарету себе в рот или когда она употребляла морфий и когда она запивала алкоголь пила это случайно это случайно рак печени это случайно как написано в одной из газет газет как господь мог допустить ведь это звезда мегазвезда она могла еще она не спрашивала и не обращалась господу она не нуждалась так она считала тем не менее она пошла венчаться не знаю в этот момент она была под наркотиком но уж на свадьбе оторвались хорошо она была маленькая 47-летняя ну 36-летняя маленькая и вы знаете она была невероятно талантлива этот голос он переворачивал душу это правда но не смогла она свой талант направить в правильное русло скольким бы людям она могла помочь благодаря своему таланту но посчитала нужным отдать в наследство записать парикмахеру но перед вами сейчас не парикмахер о ее романах рассказывали легенды удивительно но это маленькая по большому счету некрасивая даже в какой-то мере крикатурная женщина имела невероятную власть над мужчинами при этом своих любовников всегда бросала первый едва к ней приходило понимание что чувства остыли ну вот она молоденькая вот тут она именно была влюблена в 27-летнего и как считала что он ее очень любил тут она в окружении мужчин и при этом не забыла носить крестик может быть мы об этом не знаем об этом знает только господь бог когда-то лежа в постели она рыдала и плакала я так думаю и обращалась к богу быть может она успела покаяться и мне очень хочется чтоб все-таки это незаурядная талантливая женщина все-таки оказалась в раю потому что господь господь на самом деле настолько милостив что даже за секунду до смерти если ты в эту секунду отчаянно даже вздохнешь но этот вздох твой будет относиться прямо к богу со всей откровенностью честностью и со всей своей любовью к нему то мне кажется этот вздох может стать решающим ну как хорошо успеть вовремя вовремя направить себя на то чтоб дарить любовь ближнему и поменять много много судеб это так приятно ради этого хочется и хочется и хочется жить но иногда эго пересиливает еще как пересиливает и зачем зачем ей надо было употреблять наркотики пить курить она что она отключала эмоции да если вы отключили свои эмоции поймите что вы лишили себя тем самым способности слышать божий голос не закрывайте свое сердце а наоборот попросите бога смягчить его исцелить ваши душевные раны чтобы вы могли слышать его голос и наслаждаться наслаждаться близким общением с ним вот что бы я ей сказала в тот момент вот так вот например после двух лет совместной жизни она бросила 23-летнего Ива Монтана которому пробила дорогу на сцену и научила всему поговаривают о ее романе с голливудской звездой Марлен Дитрих якобы этих двух легендарных женщин связывали не только дружеские чувства во время гастролей по Америке звезда познакомилась с известным соотечественником как я уже говорила боксером Марселем Серданом того которого она отбила от жены с тремя малолетними сыновьями и вот как бы он стал главным мужчиной в жизни в жизни Эдит Пиаф на момент знакомства у Сердана как я уже говорила была прекрасная жена не просто а прекрасная которая подарила троих сыновей и вот когда она была с ним в одной из бесед в одной из бесед он ей напомнил о ее романе с Марлен Дитрих разразился скандал так правда это или нет вот такие фотографии в тот момент желтая пресса печатала вы знаете в конце жизни Эдит Пиаф не стала вообще-то 10 октября 1963 года а перед смертью она взяла с Тео клятву не летать самолетом трагедия происшедшая с Марселем Серданом не давала ей покоя Тео придерживался обещания через 7 лет он погиб знаете как в автомобильной катастрофе и похоронили его рядом с ней вот их две могилы вы знаете Сарапо смотрел на эту изможденную болезнь почти облысевшую женщину и до последних дней трогательно ухаживал за ней он выводил ее гулять кормил она ему отписала естественно все деньги и так продолжалась всю их совместную семейную жизнь длилась их совместная жизнь семейная 11 месяцев Тео ненадолго пережил Эдит он разбился через 7 лет вот 10 октября 163 года легенды не стало и церковь вы знаете церковь отказалась ее отпевать православная церковь отказалась ее отпевать и совершать церемонию погребения и это факт не знаю могли имели ли они не права это делать не знаю мне кажется что каждый мы же не знаем с каким прошением за минуту за секунду за полчаса этот человек мог обратиться к Богу я считаю что никто никто не вправе отказываться отказывать отпеть или проводить последний путь или сказать последнюю последние слова о человеке но церковь православная именно вот что касательно Эдит Пиаф отказалась ее отпевать и совершать церемонию погребения и знаете как они объяснили объяснив это тем что вся жизнь Эдит Пиаф была сплошным грехом но извините а по Библии мы не можем судить это ее дело грех это не грех будет решать Господь на суде но никак не мы мы можем вот так вот поговорить для того чтобы сделать выводы чтобы молодые девочки не пачкались и не лезли в чужую семью потому что расплата в любом случае будет счастья в жизни не будет они себе просто перечеркнут благодать своими собственными поступками и с Богом это не будет связано нет это духовные силы на духовном уровне так работают почитайте Святое Писание там все про это написано просто залезть к чужому мужу в постель это перечеркнуть свою благодать вот так осталось без детей без никого зато поклонники певицы так не считали на кладбище Пер-Ла-Шес где похоронили звезду собралось более сорока тысяч людей они принесли с собой такое количество цветов что они толстым шаром устлали всю аллею до могилы вот так прошла жизнь вот этой замечательной маленькой девочки Эдит Пиаф которая имела колоссальный талант являлась голосом Франции но к сожалению в никуда ушли ушла вся ее жизнь и все ее заработки остались человеку который также употреблял наркотики и от этого и разбился на машине то есть эти деньги принесли только смерти ей рак а парень этот у него денег было много продолжал употреблять и разбился вот куда ушли вот эти сколько там сорок три миллиона или сорок пять миллионов будьте благословенны будьте мудры любите жизнь благодарите Бога каждый день за жизнь за свою распинайте себя ради любви но Божьей любви к ближнему своему а не распутный и не путайте распутство с любовью я люблю вас пока пока до новых встреч до новых встреч